так все я стоп-старт делал аверс апокалипсом но ему еще чему надо пройти плагу это будет напряжен ладно шучу конечно будет не напряжена для аверса 10 бёрнинг бёрнинг это black templar по моему хэппи марин гусик какой-то висп матвей блай он есть здесь блай кирита какой-то кореец рева лессандра нуб зерк клемм да присутствует против фримена димага в сетке клемма кстати есть вероятно тут кин йому димага скина может второй тур играть на на димаге сконцентрировался кастут в этой сети тоже присутствует крит против тиран вика мастер васи не хрен скопление 33 наших из 4 так стрейджа хэппи нету блин что за печаль печально без стрейджа без хэппи без хэппи это печально всё, можно сказать, как всё умеет puedan подумать без хэппи и я не могу говорить, как всё умеет, и я вам думаю, что всё умеетiyкой и я тебе в・・ что всё умеет, это чё стиль ещё, и ты чё примёсся и что всё умеет менять, в тём 치нести, что всё умеет меня делать с könnten Ну что, ребят, надо за кем-то прорваться За Димага, я так думаю, забываем Сконцентрируюсь, может Аверсу Димаги кину во втором туре, может быть Было и две минуты в игре Димага 10 уже, черт побери Хоть и в ПБМБ Уже прошел Это Али Ашку Аверс Где у нас Аверс? Много людей онлайн очень Димага 10 уже, черт побери Ну будем ждать, будем ждать, что тут говорить Переименую сейчас Стоиме, кстати Таким образом, мы будем ждать Так, ну на киббетике ставочек нету пока, ни на что. Сейчас скину, может, на группу УСК попрошу запилить. Попросил могу УСК запилить на поздние туры, какие-нибудь полуфиналы, может быть, ставки. Здесь получится запилят, я думаю, так следите за ставочками. Ну а мы ждем пока игру куда можно будет ворваться. Чего долго ждать? Так. Так. А в четвертом раунде УСК поставили. Так. Куда-то. Откуда револьвер вылез? Случайно нажалось. Себя нажал. Так. Так. Короче, смотрим сетку, продолжаем смотреть. Больше нечего пока делать. Канин против Хейтми. Рево во втором туре, там выиграл. Кореец, танк-танк. Здесь Моулоу. Ну хрен знает, Моулоу это так себе игрок. Танк-танк, кореец. Вот здесь вот может встретиться. Это да. И Блай здесь может встретиться. Это да. Все под силу одолеть, на самом деле. Я думаю, он за Блая уже выигрывал. Так, аверс и паунуло добавляем. О, да, всё, нет, не было. Не было помылу Аверса добавлено. Тогда обычные никнеймы удаляю, чтобы они мест не занимали лишнего. Да, Димага выиграл, против Кина будет биться, если надо к нему попроситься. Так, Рокскист Крит, ты знаешь, кто это, это Рокскист Крит, это Крит. Так, сейчас я вернусь, ребят, подождите. Рокскист Крит. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть глаза поправляются, что мне сразу представилось вспомнить все с Арнольдом Шварценеггером, как в конце на Марсе они выпали... Там вот эта хрень... Хотя это не смешно... Но что-то сразу вспомнилось... Ну что, ни Аверс, ни Димак пока не играет, Блай тоже уже прошел один тур, я смотрю... Еще раз сейчас посмотрим... Нерч здесь, кстати, есть... А все, у Аверса Апокалий, кстати, сейчас будет... Ну что, к Аверсу ворвемся, наверное... А все, у Аверса Апокалий, отлично... Поехали... Так... Ну все, поехали! Аверс Апокалипс! Самое начало еще сетки, второй тур еще... Хотя... Начало сетки быстро обычно идет... Там Бу-1, но все равно нужно ждать некоторых пар, потому что некуда прям зайти сразу... Ну, будет появляться по мере прохождения турнира пары... Будем заходить, будем смотреть... Здорово, Дима, еще раз... Ну что, по Акалипсу корейчик достаточно... Ну, раньше был он так себе, сейчас достаточно неплохой... Вот... Смотрю, он выигрывает... И даже корейцев... Всяких кинов там корейских... Зачастую... Посмотрим, что Аверс может противопоставить... Через Reaper CC Аверс начинает... Я и говорю, что ничего смешного... Да мне рано в турнирах участвовать всяких таких... Если побольше получаться будет играть, то может иногда и буду поигрывать... Так-то несколько туров пройти могу, понятно, если с сеткой повезет... Что-то кошка там скучает... Ну что, пострелял этот Reaper по КСМке... Минка закопанного к Апокалипсу... Прилетает Аверс... Получает... От Минки Бабаха... Это минус Reaper в итоге... Неприятное начало на самом деле... Поэтому Аверс прекрасно понимает... Здесь будет передроп сейчас... На рампе строится... Бункер... Нужно что-то туда посадить... Здесь... Факта на... На факте лаба... На лабе факта хотел сказать... Нужно дальше на патруле оставлять... Ну вот шесть маленьких будет... Но здесь шесть с минкой передропа с медиваком... Нужно побольше успеть Аверс построить юнитов... Иначе с медиваком шесть маленьких будут громить... Просто в хлам... Вот циклончик заказан... Он достаточно быстро строится... Успеет подстроиться к прилету медивака... Но в бункере ни одного юнита не сидит... Ну вот это ошибка сейчас, кстати говоря... Потому что... Вообще летит к золоту сейчас... Апокалипс... И здесь у Аверса ничего нету... Он сканы зато заблаговременно оставляет... А вот идет врыв... Нужно циклона вести сразу... Минка копается... Так... Циклон на мейн нужно заводить сейчас... Прогнал сейчас с медивак Аверс циклончиком... Оставляет его на мейне... Здесь марики дропаются с медивака сейчас... Нужно медивак именно сам бы сбить... Конечно, хотелось бы... Минку нужно было залп выманить... Пока она не выстрелила... Что сейчас Аверс, собственно, и делает... Нужно сканить и начинать добычу... Просканил добычу... Начал... Потери минимальные, собственно говоря... Но... Золото проставило очень долго... Хотя, с другой стороны у Апокалипса... Оно только-только появилось... И... Все замечательно в экономике... А... Бу-1... Да, конечно, Бу-1... Я забыл... Что... По дефолту Бу-3 стоит... И... Контроль от Аверса пошел... Ни о чем сейчас... Расконтролил ему... Апокалипс и Мариков... Расконтролил и... Здесь вот... Мариками тоже... Иваншой начинает разбирать... Минерали... Вот это уже провал полный... На самом деле... Потому что... По лимиту уже проседает... Аверс... Не готов... Туреток нужно вовремя добавлять... Тридцать три... Тридцать три... Тридцать восемь... По правам... Уже все плохо... Ещё одна банша полетает, да какие марики не могут они сбить баншу, чёрт побери! Карасик здесь Апокалипсу очень жёсткий, на халде стоит, просто не может Аверсу отбиться. Ревены строятся, 87-56, уже надо выходить добивать, судя по всему Апокалипсу. Ну развёл Аверсу сейчас, развёл конечно, не готов он был к такому Карасу. Сбил баншу мариками в итоге, всё-таки сканом очередным, но здесь вторая есть. Сбил вторую наконец-таки. Ну там стимпак, там плюс один, там всё замечательно, здесь беда какая-то полная. Ну играя мех из такого отставания начинается, это просто провал на самом деле. Хотя, ну, можно потому что сделать. Ну да, Хохоу Гейнсис, только ты в игре присутствуешь на сервере, тогда ты можешь просто нажать один за одним или два за другим и смотреть АП. Вот, а если как бы ты не присутствуешь, то, к сожалению, нет. Я уже не раз об этом говорил, что это большой минус. Была бы возможность наблюдать ладерные игры игроков, например, было вообще замечательно. Там билды бы их палились с какой-то с одной стороны, но с другой была бы возможность больше трениться. И все-всех помогли парить, то есть это был бы баланс тоже. Ну что, выход идёт. Летит Апокалипс на мой Таверс. Танки дропают, Таверс автотурель ставит сейчас. Две автотурели ставит. Ну, Апокалипс их выбивает, эти автотурели. На стиме начинает разваливать. Пришёл танк, Викингов сбивает. Всё, сбивает ГГ, пишет Аверс. Понимаю, что их, к сожалению, уже не вытащить никак. И Димагу уже 4 минуты в игре, очень жаль. Блай пока без оппонента. Так, Апокалипс в третьем туре в итоге. Вот здесь вот. Вернем так HappyMarine. Мы отвечаем. Ублай есть оппонент. Нужно ворваться. Там БСК дальше. Там Интери пропус или Зерк. По-моему, Зерк. По-моему, этот БСК. Танк-танк может быть дальше. Хотя ещё и Рева может с Танк-танком будет играть. Не знаю, если выиграет вот здесь вот. Моулау. Александра там бьёт с Сартом. Димага с Кином. Кас дальше тут идёт тоже. Ну, из Димага Кина выиграет. Крем, Жулиан. Ну, тут Димаги напряженная сетка такая, я смотрю. Тиранвикс инзейном бьётся. Тиранвик по этой части сетки идёт. У него Гуру Шоу Тайм находится. Тоже интересные игроки. Захожу в Блая. Захожу. 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 Продолжение следует... 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 Третий тур уже в некоторых Чащих сетки Так, Блайз с БСК будет биться сейчас Ну что, можно к Блайзу Лизандра с Ботвинником будет биться У Рева пока еще второй тур не отыграл Димага с Кином Тоже, судя по всему, играет до сих пор Димага с Кином Димага с Кином Димага с Кином Отлично Заметил Кошку покажи Димага с Кином 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 Так, что это такое? Бу-1 это до сих пор, я так понимаю. Да-да, четверть финала в Бу-1 у нас. Да, еще долго Бу-1 будет. Еще только третий тур получается у Бу-1. Еще четвертый будет Бу-1. Ну вот этот, а следующий Бу-1 дальше Бу-3 пойдет уже. Бу-1. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Иногда Чарлик щеманет бывает, а не понравится. И Алиса раньше двоечку ему раздавала по носу, пока молодой был. Так сейчас, когда Чарлик на другой квартире частенько его забирает, он приходит, она сидит около двери. Смотрит, как бы он подходит ее нюхать прямо вплотную к носу, она не реагирует даже, как здороваются друг с другом. Так, Вайлинг Несс здесь у БСК прошел. У Блая три хаты билд, три хаты. Третья, точнее, третья уже после пула, после готовности пула уже была, да, заказана. Но у Блая пока нет Беллинг Неста. Мне кажется, это очень опасным таким моментом для Блая. Вот он видит Беллинг Нест у оппонента своего и заказывает Роуч Ворон. Но не поздний ли это Роуч Ворон, у меня вопрос сейчас возникает. Ведь 39 ему секунд строится, здесь уже Беллинг Нест готов будет. Вот если бы здесь уже было штучки четыре Ринга или хотя бы пару у БСК, он бы морфил бы Бейнов и на Мои Ринги сюда подбегали, никаких Броу еще он не смог бы сделать. Точно, точно, кстати, раскладочка русская есть, спалился, спалился. Я об этом не подумал, я смотрю, русская рыба раскладка, да. А Блай же в чате утверждает, что у него транслит тока. Может, он, конечно, не с компа сидит там в чате, а с телефона на диване лежит, как он. А с тебя что-то очень сильно сомневаюсь. Это уже Next Level отмазка какая-то. Принимает Блайбой, Беллингов отфукусил, молодец, очень хорошо. Среагировал в двору, еще уже строится, еще плюс три заказа на пятеро. Еще в итоге до двадцати даже у перс. Да, она еще бодрая, а лист, на самом деле. Просто, ну вот, как какая-то, ну она не стерилизована. Может, поэтому тоже не знаю, где сосок, опухоль, как-то возникла. Вот, вот так она еще дурит иногда, как молодые, бегает так, ну вот. Сорвется с места и пробежит через комнату, так, на дурных лапах. Здесь еще говорит о том, что сил много. Так, лейер Ублая, третий уже добывает, 43, 36, парабам. БСК, кажется, какой-то выход делает. Но у Блай уже сейчас будет лейер готов, можно мув роучем заказывать. Будет он мув роучем сразу заказывать, интересно. Или Блай, может, спайр какой-то хочет сделать. Да не, нафига спайр, нахрена рисковать, если можно мув роучем спокойно заказать. Так, пытается тут покуснуть. БСК роучем. Блай реведжера морфита. На этом линге все погорели, на самом деле, на реведжере. 22 линга у Блая еще заказано. Так, роучи БСК заходят, это 3 роучи. Линги там 6 секунд до выхода линга. Блай принимает бой, нужно аккуратнее бой принимать, аначе он тут большие потери понесет до того, как линги выйдет. Ну вот он, линги выходит. Нужно роучи немножечко назад отвести, но Блай не отводит. Все нормально, бой принял, сгрыз все в хлам. БСК сейчас и спайр заказан, спайр, да. Все верно, думаю, Блай делает, потому что у него 3 хаты. Газ сейчас начнет добываться. Здесь забегание лингами проходит на третью БСК, на халяву, откуда они возникли. Двух дронов укуснул, третьего на мэне отфокусил. Пробегает мимо роучи, мимо всего-всего. И даже если прямо сейчас БСК Мув закажет роучи, он не успеет до готовности шпиля доделаться, это очень важно. А пошел Мув, а здесь уже шпиль будет через 20 секунд готов. Так что это хорошо очень для Блая. Три газа, уже шесть газов добывается. Три базы, на трех базах газ добывается. Я бы на месте Блая сейчас газ пока никуда не вкладывал бы, не спешил. Три еще овера доделать. Так, зачем еще роучи делать несколько штук Блай? Ну, хотя, в принципе, так, 7 роучи. Зачем столько много роучи Блай? Это, оказывается, боится выхода какого-то. Ну, боится Мува быстрого выхода, видимо, старается понадежнее сыграть. Запас прочности у Блай реально высокий в этой игре. И вот муталиска, пошли 7, еще есть ресурсы на еще муталиска. То есть тут штук 8 сделает он. С бочками. Да, из-за корма у многих зверей из-за этого сухого хрени. Так, чайник кипит там. Ну да, 6-го в Техас на DreamHack, 14-го уже на ВЦС. Ну, это без, по идее, возвращения домой получается, что ли. Или надо спросить у Блая. Круто, что можно сказать. Ну, Блая, учитывая его второе место на DreamHack в начале года, у него достаточно крупное количество ВЦС-поинтов. У него великолепный шанс на Близкон пройти от СНГ. Поэтому Блая нужно ехать как можно больше турниров, как можно больше трениться. И стараться взять побольше ВЦС-поинт. Потому что это шанс, во-первых, на Близконе денег срубить и там место занять. Да и когда вообще на Близконе от СНГ кто-то был? Ну, тут новая система, правда, нужно пользоваться ей. Вот почему Хэппи вообще не вовремя абсолютно куда-то там уходить собрался. Тут можно Близкона тащить, просто заходить туда. Да, хрена тут БСК-спорок наставил по 4 на каждой фазе просто. Взял и наставил. Блая находит у из-за места, посмотрите, оверов сколько халявных. Газ, халявный, пожалуйста. Дроны Глэйвом погибают. Ну, спорка перекапывается. Спорку минус не было, еще двоеческая. Решил спорку не минусовать. Ну, вот на таких моментах надо ловить. Видишь, спорка перекапывается. Таким стэком просто райткликнул в эту спорку. Ломился и так. Так, здесь ровующие линги Блая дерутся против ровующей БСК. БСК какой-то там вперед собрался. Мутариск очень сильно помогает. Не дает Блая отступить назад. Контроль хороший, очень демонстрирует. Ну, громить просто. Ё-моё, посмотрите, потери просто. В Зеве 1800 на 5800. Трехкратное преимущество. Даже больше, чем трехкратное по потерям. Сейчас это очень жестко. Так, спорку Блая убивает. Сейчас еще одна есть там под оверами. Одна, он минеральная линия. Ну, можно здесь убивать все вообще. 6200 на 2К сейчас в потере. Еще ровующие выходит. От Блая там ровующие новую постра. Стягивается сюда. Так, и Лазер Чес добавил. Ты его выиграл, что ли? Бывает, вам бомбит. Бомбина. Чао, бомбина. Блазер, спорку минус ну. Ну, 170 на 114 граммит. Здесь все Блазерус. Под фаерволл не попадает. ГГБСК пишет. Даже пацаны не подрали здесь. Спасибо, Артемий, за премиум. Про клемма вопросов в чатик спрашивайте. Я чувствую, сегодня запарюсь на них отвечать. Я уже стримил реплеи с Хэппичем. Как он выиграл мини-рейзера. Он переигрывал. Потому что клемму 14 лет. На 16 только можно на ВЦС. Соответственно, он не может там выступать. И коем-то веке СНГ. Вот Хэппи даже, посмотрите, собрался уходить. Ему даже переть начало на халяву просто. Точно нельзя этого делать. То есть не прошел, проиграл. А там нету от 16. Просто взял, прошел. Второй шанс использовал. Так. Секундочку. Става. Става. - Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все, вернулся, ребят... Все, рассказал уже историю... Задержка 2 минуты, помните, поэтому... Такое дело... Блай против Танг-Танга будет биться... Продолжение следует... 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 Так, секундочку. Так, секундочку. Так, секундочку. Ну что, танк-танк против Лая. Кореец получается, да? Лая, наверное, просто не умеет по-русски писать быстро, поэтому... Так, это уже у нас... А нет, это еще был один раунд пока что. Это еще, пока еще был один. Димага скином все еще бьются. Нифига у них там замес какой-то пошел солидный. Ну, будем надеяться, корейцы одолеют Димага. Танк-танк пишет Гэл. Блай пишет Гэл. Я вас за внимание всех благодарю. Напоминаю, что можете поддержать. Отключим иглоками. Подписка на премиум. Через кнопочку play или... По реквизитам. Пул первый от Блай, кстати, пошел. Безгазовый пул первый. Странный какой-то билд очень. Да все-таки, а у Банил Блай уже играл. Уже начал играть. Так. Сейчас, ребят, я чай заварю, секунду. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, все, я здесь. Чуть Блай прибегает, там, подгрызка СМ-ку. Раз, будет второй раз... Вот, два Марика, кстати. Танк-танк, тут контролера врубил. Блай накидывается лингами. Так, Мариков зажал одного, минус нул. Но Лингов потерял всех четырех. Ну, это была плохая идея, конечно, Мариков пытаться убить. Кореец контролил. Все-таки кореец это, а не кто-то там. Еще четырьмя лингами Мариков можно двух убить. Еще и Овера влажит. Что же за такие ошибки-то? Ой, повезло, Блай, блин, не потерял Овера. Слава богу, потому что сейчас еще, если бы Овера потерял, вообще бы фейл был. Ну, Блай, любимый его сверхранний Роуч Ворон. Нужно заходить на хайграунд. Сейчас есть Реведжер, есть Роучи и три штуки. Просто заходим и разваливаем кабину всем этим депошкам. Так, Реведжер снизу пришел, Роучи на хайграунд заходит. Депошку Блай пробивает моментально. Нужно саплайд блок делать. Конечно, с КСМ-ками выходит кореец вниз. Охренел вообще тут. Захотел прямо убить все, да? Не, ну это наглое решение сейчас от танк-танга. Блай фаербола кидает прямо на Гиллиона. Фаербол пошел. Ну, видимо, пин какой-то есть все-таки небольшой. Так, будет еще Блай Роучи, интересно мне это заказывать. Саплай блок. Саплай блок у Блая прошел. Парабан в флюсе 23.18, 40 на 30 по лимиту. Лэйр пока не заказан, можно и нужно заказывать лэйр. Плюс два Реведжера Блай Морфит. И с двумя Реведжерами сейчас можно еще вообще замечательно ворваться будет. Плюс еще из одного Роучи тоже Реведжера за Морфит. Так, заходит Блай, но нету пока... Ой, газ, спас, просто царь, спас еще на 4 хп Роуча спас. Что еще из него Реведжера можно сделать. И у танк-танок совсем беда здесь. Понимаете, еще можно вообще расшатать минеральную... Не минеральную линию, вот здесь вот депошку реактора расшатаем сейчас. Что Блай делает? Гиллионщики по одному строятся отныне в этой факте. Фаерболы падают новые. Выходят КСМ-ки сюда. Фаербол по Марику прижало беднягу к земле. По КСМ-кам Фаерболы. Ну Блай громит тут пинку корейцев. Так и нужно корейцев громить, чтобы желания вообще не было на Евро-турниры заходить. Никакого. 23, 52 по лимиту. 10 на 30 с Фаерболом. Овер летает. Блай фактически этим... Посмотрите, Реведжеры-убийцы. Просто 10, 9 уничтоженных юнитов. То есть с этими Реведжерами чисто выиграл. И там спайры вообще. Нужны здесь спайры? По-моему, добить надо просто и всё. Единственное, Блай чуть по технологиям не закрепляет своё преимущество никак. Вот эта ошибка, мне кажется. Пытается. Танк-танк. Реведжер. Ну Реведжеров убил Блай. Тут загулялся, конечно, долговато. И Овера ещё отдаст. Но это всё мелочи, конечно. Семеро-Уча ещё заказывает Блай. Семью можно вперёд пойти. Единственное, что лэйр они не делают. Третью хату. Венералов миллиард. Третью. Конечно, давно уже пора. Блай просто не думал, что такое гигантское преимущество он получит. И третью языка. Вот Либератор прилетел, отдался на спорки. А мог бы он дэмод же здесь нанести. Нормальное количество. Халяву. Что-то Марик и Роучи ловят, смотрю. Так, Блай, что боишься-то? Иди вперёд. Вперёд не идёт. Линга-Муф не заказан. Релочеров. Морфит, Блайчик сейчас. Сейчас два релочера будут готовы. Фаербольчик раз, Фаербольчик два. Либератор Мину заходит, Блай, вперёд. Здесь у нас какой-то... Армари делает СБГ. Танк-танк. Наконец-то. Видишь, отбился до последнего коленица, чертяга. Пользователь Джопер 777 активировал премиум на ваш канал. Спасибо, ребят. Джопер 777. Так, Димага в своей игре менее минуты. Димага одолел кино, что ли, или что? Я чуть не понял. Гидро Френда. Димага Кина одолел. Да, против Жулианга будет биться сейчас, обратите внимание. Но Жулианга вполне по силу одолеть ему. Вот Гидро уже, конечно, оппонент такой серьёзный дальше идёт. А Блай что у нас получается? Танк-танга выиграл. Здесь Лиссандро Батвинник. Джекко ещё бьётся. Немец. Надо проследить за Блайом. Не, аж по верхней части сетки двигается. Ну, пока Блай. Димага есть здесь. Тиранвик проиграл Инзейну. Бывает, что не всегда же выигрывать. Так, а револьвер чё? А, револьвера Танк-танк убил. Вот он же Блай, сетки Блай. Я что-то забыл уже про этот эпизод. То, что Рева там в сетке в этой находится. Надеюсь, Лиссандро с Батвинником справится. А мы посмотрели бы с Джека его. Сейчас посмотрим, где у нас Лиссандро. Он же был, по-моему, у меня в друзьях или нет? Здорово, телевизор. Продолжение следует. Ладно, ждем, куда ворваться можно будет. В любом случае Блай идет дальше, я чувствую, что Блай и будет, собственно говоря, сейчас, наверное, локомотивом нашим в этом турнире, так как Happy Strange не присутствует. Но надеюсь, что кто-то дальше тоже еще сможет пройти, может Димага пройдет с Гидрой и будет биться, к примеру. Но это У1 еще против Гидра будет. Но, наверное, Димаги это даже лучше, потому что навряд ли он сейчас Гидру может как-то стабильно выбивать. О'Кейра, можешь писать, не надо спрашивать. А там уже разберемся. Очень много зергов меня беспокоит. Здесь нут идет и Гуру. Не вижу, кто их может убить. Здесь Гидра, то есть сверху. Ну, соул единственный. Тут не зерг. Ну да, она тоже зерк ману убил ману. Ману что-то вообще донорит в последнее время. Может, соул дальше пройдет, не знаю. А здесь у нас Блай идет. Ботвинник Лизандра убил Джека будет. А, все, понял, Лизандра проиграл, поэтому у нас устоит. И здесь нерч идет. Апокалипс, Юга. Так, ну, апокалипс, там соул снизу. Будем надеяться, что Блай подальше пройдет, конечно. Ну, что-то по разам разнообразия не так много, смотрю, сегодня. Апокалипс, Юга. Привет, Хатки. Всем привет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дальше. Так, да, с Ботвинн. Короче, ждем, ребята. Я выясняю, как еще с тренджем общаюсь по поводу визы сейчас. Ну, что интересно, как у него там с визой дело. ботвеникс джеку бьется ботвеникс эти тиран тоже и джека по моему то ли проц то ли кто-то так что было будет оппонент ну было надо выигрывать сетку я так могу дать вручную так а киры ну надо да подумать просто не вручную все это запилена как бы со следующего месяца может топ 5 сделаю не знаю теперь уже просто и не уследить то нифига если честно не помню что за суммы были давай сразу запилим тогда там три вы 700 что-то было внутри 800 на пишу так из точки тогда будет у нас все здесь ну что видимо блая ждем уже и кто-то к нему должен ворваться димага может быть еще нормально сыграет димага две минуты в своей игре димага что там с кем он вообще бьется блин димага уже с гидрой да ё просто тэ я хотел попасть надо диме было написать там завозе димага жулиангу убил димаг смотрю нормально бодренько идет ну что ребят тогда чаепитие и вам тоже рекомендую есть там немножечко пирожного сейчас в общем будем тогда так с 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 попробую найти сейчас и это все дело нечет пока не видно искать 2мпрук не нихрена чуда моралика сможет против спейсмарина а вот и блай зовет все необходимость смотреть отпадает что-то другое так я пока пирожки трепану а а а а Продолжение следует... 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 Ну что, ребят, это уже Бо-3 получается, да? Да, это Бо-3 уже Блай против Джеку, так что всё в порядке. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну что, ребят, пул первая, от Блая, как обычно, линги вперёд выдвигаются, Джека... Так, у Джека что? У Джека гейт, Нексус Кибернетчика бил, соответственно, Зелок заказан. Так, никуда я не ушёл, всё нормально. Сейчас съел пирожку... И вернулся к вам, уже сейчас чай пью, походу, с пьесы. Линги Блай бегут вперёд, третью он запиливает, на второй всё в порядке. Нужно прибежать и Нексус сгрызть сейчас, начинать... Соплай-блок у Джека! Заходит Блай, видит Зелка, будет Зелком биться, что ли? Блай, нужно ли тебе было биться? Зелок как-то криво стоял... Не широко, я бы сказал. Я говорю, а где такие узкие Зелки, откуда берутся? На рамку охрану нужно ставить самых быков. Блай пытается сгрызть сейчас пилончик. А окружает Зелка сейчас тремя лингами. Уверчаж будет выставлять Джеку? Нет, он вообще без уверчажа решил отбить всё это дело. Ещё и Зелок выжил. Ну как-то от Блай, я бы не сказал, что провал, но начал вот так себе. Твайлайт у Джека. Блай построил еще лингов Шесть штучек, опять побежал Куан побежал А, дизилук камни бомбит Ну а зилказа бомбить Так, кингалвис, да не парься Тебе спасибо, что смотришь Вот Пробивает Блай камни, сам добивает Протуса Лингов будет ныкать Скорость таки адептам запилена, нет Как будет возможно Так и вкинешь Вот, я поаккуратнее С такими словами, потому что даже В приватных сообщениях Алиса Вообще монокс не забанила Странно Ну ладно, приватная, пофиг Минуснул всех лингов Сейчас Джека, но Блай хитренько Одного здесь все еще оставил, но он сейчас Палится Прибегает такой Минус линг Роба запилена Гейт еще добавляется Углая трехат Он раскачивает их Парабам в плюсе уже сейчас Ну что, Блай овера подныкал сейчас Сталкером не сбили его В итоге овер живой Но сейчас призма полетит с адептами Харасти, я так понимаю Сколько три гейта И здесь всего три гейта Это мало на самом деле Но адепты со скоростью атаки Там четыре сейчас сядет в призму Плюс еще до варпит Джека Здесь вот семь адептов могут С этой скоростью атаки Очень много дел наделать На самом деле Сейчас секундочку Я сетку посмотрю Что там Димаг гляну Так, лейзер с апокалицем будет бить Димага, не, Димага еще с гидрой пока бьется Прилетает призма с тремя почему-то адептами Даже четвертого не варпанул Это ошибка Просто Но Блай приходит всеми роучами Отбивать адептов на мэнни Это тоже очень большая ошибка Питается Брай Ой-ой-ой Чуть еще призму не сбил Очень повезло Блай Если телепортнулось сюда два адепта И здесь ничего не ставило Хотя здесь уже ринги были Могло бы быть больно на самом деле Мув у роучем Блай делается Линги делаются Блай еще десяточек роучих заказов По лимиту, посмотрите 110 на 80 Тридцаточка разница Это все боевой лимит Блин, надо сменить старограф на английский И в конце концов Я забываю про этот бак с нулем лимита Чуть не рассказываю Что приват модерирует Просто Алиса Либо сейчас на канале Нет ее отключено Либо Просто фильтр прошло сообщение Так, начинает Блай камни прессовать Лингами роучими Реводжеры здесь есть Реводжерами можно уже накидать Куда, кстати, по пилону Маназархурует долго возвращает Сейчас Так, Линга Блай вывел Часть, часть отдалась Нужно сверху камни пробить Сейчас 41-91 По лимиту Так, красавец Дим выиграл Гидру Что-то Димага разбушевался Выкидывает всех Как вспомнить все на Марсе За борт, короче Они в вакууме просто глаза пучат И все Блай заходит тем временем Пробивает Здесь просто проход себе Заходит к рампе Тут дестабилизаторик есть Стреляет Ну, одного роучи, одного рейлоджера забирает Сейчас Джеку Но это немного на самом деле До варпы идут Влай сбивает Варп просто юнитов сразу же На месте уничтожает Сзади иммортал со сталкерами подходит Влай продолжает Прессовать Дестабилизатора не фокуснул Но Джека решил, что можно Самого себя сейчас просто забомбить Зачем Робу влай минусует Дестабилизатор где-то сзади Нужно его брать Пробку убивать Так, эморт вот все Откатился его Скилл влай Тут хату ставят уже Ну, зачем так бэмить Влай Дестабилизаторов две штуки есть сейчас Ё-моё Вот сейчас хаты доставят Стаблай 24-116 по лимиту Сейчас переворотик Как сделает Джека Так, дестабилизаторы Хотя нет, здесь преимущественно Колоссальная Коя-то улай Ну, сталкеры-то бьются Эффективно Правда, у них ноль А так, ну, улай Тоже крыды по нулям Тем не менее Есть уже 50 энергии Можно уверчаж пилить Линги дотекают Улай 118-87 33-59 Я бы не сказал бы, что Здесь не тащибельная Какая-то ситуация Абсолютно для Протса Линги на третью забегают От лингов, единственное Нечем принять Так, минус В первую очередь Дестабилизаторы Лучше не отдавать Сейчас Злай понимает, что Дестабилизатор Очень важен для Протса Убивает У 120-91 Хата достроилась Заказ, значит, здесь Надо делать Ё-моё Заказывай, блай Что-нибудь Фатя Прирост прямо Тут В атаке Так, ровучий Адепт разбирают Заказывай Еще ровучий Блай Заказать Заказать Спасибо всем, ребят! В любом случае будет интересным. Наши здесь бьются и достаточно много наших будет. Влай просто роучи меня отпускает оппонент своего. Джека пытается всё ещё отбиться. Уверчаж сейчас будет через 3 энергии, но его сюда лучше не уставлять. Здесь пилоны новые на рампе нужны. По крипу Влай просто здесь как по трамплину подбегает сюда. Как на авианосца просто взлетают. Трамплинного типа где. Старт. Как на наших. 11.43 проекта. По-моему они подлетают сюда на рампу прям по крипу Влай. Роуч всё больше 120 на 60. И всё-таки всё-таки убил Джека сейчас чисто роуч прессингом. Один из гидралисков заказан. Бегает ещё Джека. Так. Димагу посмотрим как только у него оппонент будет. Но у него пока оппонента я не наблюдаю. И не отрепорченная игра пока. Там соул и дана. Тем более Влай в любом случае придётся ждать. Там сетка отстаёт очень сильно. Так. Олзој facebook. и biróт. И Unsорайдёг. Адра. Тон сетка отстаёта Ing-1 Ц elae stars. Тон сетка отстаёт эск Step touching Schweizer. Продолжение следует... 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 Так, завязывайте там всякую экспертно-политическую тему. Мы обсуждаем Адмирала Кузнецова, а я несущий крейсер. Я не понял, в тринадцатом году или в каком году я вот у Авера был, когда мы в Казани собирались ехать рядом. Парада репетиция была, да, там ходил на библиотеке и именно Ленина ездил, там смотрел репетицию седьмого. Ближе не попасть там, к сожалению, куда. Пользователи Дон активировал премиум на ваш канал. Ой, Дон, смотрю ты и шаришь. Сообразительный сразу, с первого раза понимаешь. Сработаемся. Ну что, пассив за премиум. Так. Блэйр и Блай роучи строятся. Залетает опять же линга, здесь два сталкера стоят. Ну, сталкеров дропай, Блай. Не до фокуса ловера, а ошибка. Ошибка. Кстати, все линги дропались, а фокуснул бы, там два всего успели высадиться. В итоге два минус сталкера, это уже выгодно для Блай. Варп медленный, на медленный эпилон варпит линга. Полный провал сейчас от Джеку. Но Блай зачем-то оверов потерял одного, нет второго, увел в итоге. Здесь у нас какой-то врыв был адептами, я вижу, лимит на двадцатку Блай в плюсе, это боевой лимит. Но здесь Блинк с призмой. Блай, надо побыстрее муфроучим делать, побыстрее перемастить оппонент свой, иначе может быть печально. Попробуем. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 скинул прикольно прикольно получается а он смотрю даже миг 29 к здесь 33 пользователь морг подчеркивание энтони активировал премиум на ваш канал здесь миг 29 стоят что прикольно молодец джадим ага не дождался марк энтони спасибо всем за премиум чудо в конце месяца прям премиум пошли кстати хорошие 6660 речи за премиум то есть это 100 человек плюс 110 111 человек подписались а вот по 12 только чтобы марк энтони спасибо тебе ну еще не вечер еще месяц чего-то месяца сколько 24 апреля сегодня сколько у нас 30 . дней в апреле еще шесть дней в этом месяце еще бы бралика в конце месяца будет приходить смотреть ну что ждем димагу сеточку можно отсечь немножко сейчас за хрвс а что в рязани разве был авиадарс не казалось в воронеже где-то или финал финальный а в этом году где будет интересно вот у нас сетка димага в 1 4 может попасть полуфинал власть ждет нерча апокалипсиса я дестабилизаторов начал помочь осваивать даже уже несколько раз отыграл в пвп но я как это больше с харассо с призму с мум начинаю а потом что-то пытаюсь с ними сделать а вот как дома здесь стабилизаторы пока не могу так ли стрим димаги чу ездить стрим Наверняка поляки стримят, сейчас проверим Нет, здесь нет чапокалипс, а кто может стримить демагу? Да, отлично Так, гейминг вчера смотрел, надо на ссор сменить Опять врезание будет Да, Сань, да, Блайд, демага чуть сегодня играл Демага разбушевался Да, я помню, да Вертолет упал, погиб Командир Беркутов Бутенко, по-моему, или как там его звали В каких числах интересно посмотреть по времени Посмотреть, как до Рязани добираться от нас через Москву Наверняка, как и вовсюда Ну что, смотрим Диму Так, FM-радио Это можно не рекламировать Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что тут, харасит соул демагу вовсю Демаги пока парабам Все нормально, но нужно отвезти дронов Что-то тут танки расстреляли слишком Блин, соул наглеет Демаги нечем выбить говнючка Вот Линги сзади подбегает, пытается Как дал бы сейчас по Клаве Да Клаву жалко Уходит там на один выстрел Остается просто В это время Либер прилетает на Мэйни Блощит, Королевы где-то там ходят на третий Вот, пожалуйста, Спайера нет, печаль В моих интересах И в интересах тем более Гудгейма Чтобы как бы За премиум Я зарабатывал 60 человек Ре И сай-20 Потому что на что-то он должен существовать Это точно вы интересны Ну что, 2-2 у демаги делаются Между прочим Там у демаги все хорошо Но что-то по боевому лимиту печально Как-то Линги на Мэйни бегают Отдают сейчас неприятно Пошел на лом От демаги Заходят Линги, Беллинги Без мощь сейчас Беллинги медленно подходят Сейчас сверху линги накидываются Но сверху демага Чуть не справляется Нифига Хотя королева Посмотрите, как танк бомбят сейчас Линги, Беллинги приходят Хидж ВК активировал премиум Хорош, демага отбивается Здесь молодец Ну барабан на десяток уже меньше Ё-моё, только по грейдам Все хорошо в данный момент У него, это печально Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Ну что, 107-122 Нужно демаги Беллинга Мув делать Нужно бы демаги Муталиска В какое-то количество Демага, по-моему, прям сразу в ультралов выходит 2-2 ранее у демаги Это очень даже замечательно Четвертый ухат ставить Там линги стоят на обороне С нескими Беллингерами Крипа достаточно много У Гасы, Либератором Воздух, атака делается Минком, закопка Короче, очень много У Солова грейдов И еще и Тора Он одного строит Прям сейчас, кстати говоря Демаги Дистанц Майнинг 453, лимиты близки 2-2 у демаги, у Солова 1-1 Выходит в центр Крип тут выбивает Очень неплохо демаги Накидывается Дима на 2-2 Грейдов, но никого не подгрыз Все улетает в итоге Нужно 3-3 делать, адреналин заказан 3-3 демаг заказан Блин, четко демаг достаточно отыгрывает Так, марики лингов Так, сейчас сагрит Сол лингов Демаги что-то стоит Что стоит-то Заходит на хайграунд Видит многовато Там Био отступает Назад, все правильно сделал Не надо отдавать на халяву лингов Много Спайер почти готов Ультралис Керн почти готов Нужно на 4-ый Гас обязательно Икироп поддержал ваш канал На сумму 500 рублей ровно Клаву береги Она нужная Спасибо Тиакейро за 500 Очень приятно Так Меняю местами Демага везде урожит пока держится Так, армор на воздушных юнитов Против либераторов Демага сейчас делает Тут гасты Тут как бы самый лейт Такой попер Блин, жаль в эту игру Не успел попасть Игра-то прям замечательная Такая получается У демаги Тут смотрю Караптер У демаги Демаги бы надо 2 спайера делать Чтобы побольше граидов делать В шпилях Шпьюниты по граиджи Немножечко были Качество с айпада Высокое Максим доступно А у тебя за реги Может и в рост с айпада В аккаунте Не в региен В своем Например Ну что Тут пытается Сейчас Соул занять Уже 6 часов У демаги Пятая Там сверху Заказно Демаги Поверху Надо расплодиться Сейчас Нужно побольше Грейдов Я бы 2 спайера На его месте Забелил Даже сейчас Уже Ресурсов много Ультралисков 5 Не так уж много Ультравов Рабочих 80 У тирана А у демаги 60 Что за дела По рабочим Непонятные Какие-то Кстати 60 на 80 В пользу тирана Наоборот Должно быть У тирана 60 Узрг 80 Обычно так Демага пока Не добавлят Сейчас добавил Ночка дронов На верхнюю базу Ему да На весь оставшийся Лимит Еще бы до 70 Хотя бы Дрончиков Довести Ему запас По ресурсам Нужно скапливать Нужно делать Грейды Обязательно Сейчас на воздух Армор Обязательно Просто против Либераторов Так Ну что Заходит Сейчас Сул Либераторы Гасты Бьет Демаги Ко второй Базе Есть Демага Там дропы Выбивает Бейлингами Лингами Очень много Лимита Сливает На этот Дроп Там 10 Гастов И 7 Либераторов Это реально Много Сейчас Так Демага Инвайтит Ему Спасибо За это Кстати Непонятно Чем игра Кончилась Пошел На лом Кажется Демага Ломится Через Такой Узкий Проход Сможет ли он Сбрить Соло Сейчас Хороший вопрос Карапторы Валят Линген Забегает Ультралы Зашли Карапторы Уничтожают Вообще Демага Хорошо Очень дерется 140 140 На 170 Кажется Демага Зашатывает Оппонента Своего Посмотрите Ультралы Наламываются На планетарку По воздуху Выбревает Все Вообще Демага Сейчас Абсолютно 49 126 Планетарочка Упадет Сейчас Абсолютно Точно Падает Планетарочка Минки Правда Жестко Жахнули Сейчас Очень Жестко Минка Еще залп Делает Ультралис Падает Последний Гастов Там Ультрал Накидывается Просто Развалят Лингов Миллиард Врывается Сейчас Кажется Что это 1.0 В пользу Димы Что ли Или нет Похоже Что да Дваза Добываются Все Везде Смещается Наверх 159 140 Три Димага Сегодня Дима Просто Преобразился Реально Я смотрю Сегодня В предыдущие Дни Что-то Там С Кугаром С Коу Просто Королевы Линги Такой Ну Может Надо Доработать Пуш Интересно Но Смотрелось Как фейл Какой-то А здесь Четкая Уверенная Игра С грейдами Со всеми Делами Блин Есть Димага Сейчас Тов Войдет Еще Браток Начнет Играть Так Вообще Придется И мне Тогда Катать Больше ФП Гораз Старая Гвардия Возвращается Молодые Будут Подтягиваться Что тут Что тут Сделаешь Вообще 170 На 163 Ну Что там Копается Сол Занимает Верхнюю Базу Димаг Готовится Наламываться Сейчас Так Часть Лингов Рывается Небольшой Групкой Димага Там и гастов То особо Нет Все Пошли Ультралы Вперед Минки Делают Залпы Линги Врываются Беллинги Врываются Караптеры Медиваки Просто Сминают В мясо Сейчас 1-0 Димага Хорош Хорош Уверенная Игра Такая Еще Карта Так 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 Себе Ну что Не Димага Играет Ну да Это походу Лайфа Из тюрьмы Просто Димага Когда в Корею Ездил Он вызывал Просто трепет У корейских Всех Мафиози Просто Ну своим Чистым Видом Они Потрялись Верности Димаги Димага Заказал Просто Кайлайф Попутали Просто На ставках Димага Заказал Себе Короче Просто Закрыл В помещении И сейчас Лайф Откатывает Просто За Димагу Сидит И поднимает СНГ Старкрафт Во-первых И Димага К успеху Идет Наверное Так Вот А Стефану Там Улучшение Завершено Купился Укурился Вот Валяется Идон Поддержал Ваш канал На сумму 200 рублей Ровно Жена Взяла Мою карточку Пошла В Магас Вернувшись Сказала Что я Теперь Сплю С Зергами И я Все равно Рад Спасибо Идон Смотри Смотри Поаккуратнее Там Зергами Спать Можно Знаешь ли Вирусами Заражаться Всякими Типа Зергов Там Этих Так Что-то Я не то Сейчас Сделаю Я Слишком Стар Для Этого Дерьма Ну Как Сказать Иногда Пригорает Получше Чем У молодого Как Вчера Например Вот Линги Накидываются Тут На Рабочего Димагина Убегают Сейчас Назад Гелеоны За ними Поехали Но Линги Быстрее Бегают Все нормально Так Прибегают Линги Сюда Гелеонов Димага Тут Подгрыз Много Чего Подгрыз Здесь Два Гелика От Соула С другой Стороны Прибегают Димага Решил Начать Агрессивно Гелеонов Окружает Очень Круто Линги Минусует Гелеонщика Вторую ЦЦшку Соул Пока Не добывает Нужно Убежать Сейчас Пытается Димаг Депошку Сгрызть КСМ Здесь Стоит Между прочим КСМ Сгрызает И Уходит Французский Стример Смотришь Что-то Про Степана Говорит Ничего Страшного Да не Я просто Вспоминал Мне Постоянно Вспоминается История Из Дримхака С Юнчопинга Когда мы С Брюсом Мы уже Там Со всеми Дримхака Пришли А там А там Стефан Около Входа Лежит Отдыхает Устал Немножечко Вот Минты Потом Отвели В номер Куда-то Там А Брюс А Брюс Он там Начал Крипать Короче Типа Давай Вставай Ты можешь Там Все Дева Я говорю Завязывай Парень Устал Хорош Это Бесчеловечно Так Роучи Мидимага Идет Вперед 83 46 По лимиту Смотрите Роучи Уже К рампе Подходит Тут Банша Плюс Хелбата Хелбата Сзади Прилетают А что Хелбата Этим Роучи А где Банша Банша Возвращается У димаги Лэйр Пошел Нужно Так Вторая Банша Прилетела Так Димага Минусует Тех Хелбатов 36 78 По лимиту Нужно Депошку Жирную Пробивая На 16 Лимита Дает Дима Зачем Ты эту Пробиваешь Все равно Только Депошку Тут и сможешь Пробить Походу Надо Вот эту Было Пробить Тогда Больше Болучилось Бы Сейчас Соплай Боблок Был Золо Ну все Эти Роучи Уже Не Жильцы Нужно Спайр Ставить Димаги Сейчас Везде Спорки Нужно Делать Два Эволюшина Пошли Начало Хорошее Считаю Хелбат И Два Гиллионщика Сейчас Дрогаются На Мейн Димага Не готов На Мейне Вот Проблема Кстати Сейчас Димаг Сейчас Три Хелбата Только Линги Здесь На Обороне Роучи Все Отдались А Здесь Зато Контр Урыв Лингов Идет Еще Несколько Ксм Димага Сгрызает Млади Здесь Два Блин Банши Начинает Бомбить Есть Так На Мейне Все таки Отбивается Димага Банши Отгоняет Королеву Здесь Ошибка Поемножечку Тут Отпитал Некоторое Некоторое Отставание У нас Сул Но Нужно Как-то Так Сливает Медиваг Из-за Того Что По Медивагу Кстати Спорка Начала Стрелять Банши Баншам Это Не понравилось Они Сагрились На Спорку Приходят Хелбаты Королева Приходят Три Банши Плюс Хелбаты Хелбатов Нужно Дима Рабочих Отведи Хелбаты Наглеют Рабов Там Просто Изничтожают Нужно Уезжать Дронами Скорее Баншу Убила Одну Сейчас Димага Вторая Ушла Но Сол Пишет ГГ Димага В полуфинале Хорошо Хорошо Идет Вообще А кто Там У нас Смут Кажется Четыре О Блайс Нерчем Один Полуфинал А Второй Полуфинал У нас Димага Против Гурус Ну то Это все ЗВЗ Абсолютно Здесь будет Кстати Ну что Не знаю Димагу Посмотрим Или Блай Вообще Что Посмотрим А я Не знаю Блай Уже Начал Интересно Заходим Заходим Глай Раз Он Уже Ожидает Один Магу Будем Рестримить А У него Еще Оппонента Пока Нет Все Нормально Кстати У него Нет Еще Оппонента Так Что Пока К Блай Урываемся Спасибо Ребят Всем Еще Раз За Поддержку Субтитры Продолжение следует... 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 Так, завязывается там, провоцировать. Гуру уже третью ставит хату, Удимаги Беллингнес пошел сейчас. Тоже третью ставят, кстати, достаточно. Блин, тут разрыв между второй и третьей еще большой на этой карте. Вот так вот. Вот так вот. Так, 16 лингов строит Гуру. У Димаги 4, что-то Димага мало лингов, когда заказал. Но у него здесь несколько штук бегают. Пытается Гуру поймать. Но тут тоже мув доделался, ничего не сделать пока будет. Сейчас Димага может затерпеть на лингов Гуру. Димага 12 заказ, нужно бейлингов подмофить. Беллингнес-то есть, у Гуру Беллингнес... А, есть у Гуру Беллингнес, вру. 4 бейна Гуру делая. Димага 22 линга строит. Сейчас Беллингнес заказ. Мы как-то попозже немножечко, на самом деле. Приходит Димага, 3-ю отбивает. Парабам, вроде все нормально пока королева заходит. Беллингов много у Димаги достаточно. Гуру тут еще бейнов морфит, я смотрю. Димага мимо проходит, не замечает Беллингов Гуру. Так, здесь расконтраливать надо. Королевы пришли к 3-й. Видит, так, Гуру видит Беллингов Димаги. Но Беллинги Димаги хорошо очень взрывается. Дима согрелся лингами. Что ты делаешь сейчас? Просто на ровном месте поражение получать можно вот так. И похоже, что так и есть, потому что... Хотя нет, заказ хороший лингов идет. Но сейчас рабочие погибнут, как минимум один рабочий. А то и больше. Ну, не до контроля здесь произошел так. Здесь у Гуру зато до контроля везде происходит. Все нормально. Так, на Мэйне что-то все повзрывалось. Кажется, Димага Бейна своих взорвал. Пытается подраться против Гуру нормально. Но здесь есть один Беллинг у Гуру. Этот один Беллинг не дает нормально через Аклик лингами драться. Так, здесь два Беллинга доделались. Уходит Димага на хайграунд. Нужно королевами Бейнов отфокусить. Сейчас Бейна в фокусе. Дима, что ж ты делаешь-то? Так, ну Беллинг не так уж много демож нанес. Взрывается 55-45. Парабам более-менее ровно. Но до заказ как-то у Гуру побольше сейчас. Он продолжает прессовать Димагу. 40-74. Пока в пределах допустимого, в принципе, лимит колеблется. Если он отстанет сейчас там. Хотя нет, уже на десяточку у Гуру больше. Это серьезно на самом деле. Пошел за место в очередной раз. Димага вот вовремя не взрывает сейчас Беллингов. А Гуру вовремя взрывал. 36-28. Парабам у Гуру уже на 8 дронов больше. Он нашел время, как от дронов закатить. Королева падает. 30 лингов Димага еще делает. Вроде как во всех в основном местах расконтролен. Сейчас третью хату он может потерять Димага, я имею ввиду. Вот нужно лингов привести, отбить, попытаться. Но третью уже не отбивает. Падает третья Гуру еще лингов. Уволь 68. Так, 30 лингов Гуру. Что это, охренеть? Просто миллиардное количество какой-то лингов. Димага приходит сюда с Беллингами. Беллингов у Димаги много. Контр-атака может получиться очень хорошей. Но здесь есть королевы. Так, Бейны Димаги взрываются очень даже неплохо. Но у Гуру какой-то до закат. Гигантский нужно отвести Лингов. Под Беллингами драться. Димага не спешит этого сделать. Так, здесь контроль пошел. Беллинги как-то непонятно захочут. Сейчас в дронов заходит Димага. Взрывает несколько дронов. Так, несколько дронов взрываются сейчас. 42, 53. Ну, у Димаги нет третьей. Это уже поздно в итоге. Вообще-то теперь рыпаться. Теперь уже поздно, к сожалению, рыпаться. Линги дотекают. Вот сейчас, вот если бы этим врывом Димага дождался вот ту группу Беллингов. Хотя, если бы он дождался, то здесь бы Беллинги на хайграунде хорошо Гуру стояли. То есть нужно было забежать с первыми лингами как-то драться. Ну, то есть бегать на Амуве, не принимать бой, чтобы их как можно больше выжило. И дождаться тех Беллингов, уже когда они бы взорвали там, например, Лингов Гуру, попытаться врыв очередной сделать. Ну, вот опять Димаг, смотрите, всеми Лингами грызется здесь Беллингами. Ну, что за хрень такая происходит? Еще Беллингов несколько морфит сейчас Димага. Прямо под королевами Гуру, но это перебор, это наглость, конечно, сейчас. У Гуру там ругаются, потому что, к сожалению, 0-1 походу. К сожалению, да, по лимиту слишком печально. Ну, что-то Гуру в последнее время, смотрю, поднялся. Как-то смута регулярно пробревает. Много кого регулярно пробревает. Продолжение следует... Так, завязывать надо те. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я не знаю, после Гоуф ОСК там есть еще, ну, там, Мочерина, еще какой-то там турнир. Вот, но я, наверное, прервусь, может, пару игр ФП сыграю. Почему бы уж у меня даже жена моя приболела сейчас, как бы, горло там, пойду помогать, лечить, там, домой, наверное, как бы... А завтра уже будет, соответственно, вот, GSL, там, фу, GS автора пролига будет. Посмотрим сегодня, что там за лайнапа на пролиге. Вот, и... Вот, и... Что-то у меня сглющило Team Liquid, а вот все нормально, Team Liquid больше не глючит. Все, начинается битва, поехали. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, также завтра, помимо, кстати, помимо... Пролиги будет... Матч Вердос против Демаги. Он шоу-матч решил запилить, там... Призовой неплохой, уже около пяти тысяч. Приходите смотреть, это как-то вечером там будет часов в семь в стиле того. Топ-докс там турнир, где французы играют. Ну, там в игру навряд ли я попаду, хотя... Может быть, и попаду. Не знаю. Ну, либо паристримлю тоже, если делать нечего будет. Короче, такой... На завтра план есть, что постримить. Кто ГСЛ возьмет, посмотрим. Первое мая будет финал. Там тиммейты играют. С одной стороны, безоговорочный фаворит Дзе, с другой стороны, Тива его выигрывал уже, как бы, и учитывая, что тиммейт, он может ключ найти под него. Так, Кассиопея, привет, не проверял. Да, что-то есть, что-то есть, смотрю. Спасибо тебе, 200 на киви, вижу. Дошло, спасибо большое за поддержку всем. Вторая игра. Димага против Гуру. Гуру предпочитает варанч-хату впилить третью. Димага видел вообще третью? Нет, он третью не видел. Возможно, дрона видел. Ну и Беллинг Веднесс тоже ответный ставец. Не такой ранний, конечно. Спасибо тебе, Ира. У нас просто этот еще вирус герпеса был у двоих, поэтому сейчас хрен знает, что там и как. Надо выяснять. Врачи не лечат, а только таблетки, в основном, выписывают, как бы. Еще будем разбираться. Так, здесь Димага на халяву. Пару Лингов Гуру пытался сгрызть. Нет, один все-таки ушел. Будет ли Беллинг Бастать Димаги? Судя по всему, да. Но сколько я не видел Беллинг Бастов, вот две хаты в три базы, я редко видел, когда вот такую тему пробивают. Хотя, с другой стороны, Димага тоже строит сейчас третью. Ему просто бы нормально сейчас разменяться против Гуру. Сейчас тут Линги накидываются. Здесь много Беллингов морфит с Гуру, между прочим. Димага одного подгрызает, демедженого отбегает назад. Беллинг где-то сзади его находится. Роуч Ворон стоит. Бежит, Димага пытается Гуру. Сейчас обмануть, развести. Контроль-то какой хороший. Блин, когда Димага научился так контролить вообще? Точнее, он умел раньше, как бы. Но в последнее время я смотрю, что-то с Димагой сегодня прям на кураже играет. Контроль-ка хороший прям вообще. Там хоп, там два Линга отделил, очень чётко, как бы. Буквально на днях смотрел, как бы, ну, не было такой игры с его стороны. Именно, именно, чего именно не хватало. Понимание-то понятно Димаге, что хватает у него под гигантский Старкрафта игры. Но не хватало всегда какого-то сверхчёткого контроля. Здесь Контр атакует Гуру лингами третью. Димаг прекрасно это видит. Забегает своими лингами, отбивает просто третью. Хотя не Гуру на халяву. Тут Лингов Димаги сгрыз ещё. Чертяга, а, бродяга, чертяга. Так, здесь Беллинг взрывается кривоват. Как Димаг пытается здесь. Не надо было на два фронта сейчас Диме контролить. Я так думаю, было бы лучше. Заказано 9 ручей. Лимит практически равное становится. Третью вроде как отбил. Здесь Роуч Ворон от Гуру ставится. Но Димаг сейчас ещё ручей может заказать. Во-первых, там штучки 3, чтобы их штук 12 было. Да заказать лингов, да. И уже ручей реводжерами идти лингами пушить. Гуру не сможет столько. Хотя нет, смотрите. Зато у него рабочих сколько много, а? Я вообще-то уверен, что Гуру не сможет отмасить столько же Роучи, сколько Димаг. Ещё 12 лингов строится. 8 Роучи. Здесь 9 уже идут вперёд. Плюс 3, 12. Плюс линги. Линги. Нету лингов. Всё, блин. На Беллинге взорвались все. Вот не надо Димаги. Лингов ни в коем случае было сливать сейчас. Ни в коем случае не надо лингов. Было сливать Димаги, блин. Ну, боевого лимита у Гуру уже больше. Кажется, пуш здесь обречён на провал. Просто Димаги заходит он на рампу. Так, реводжера морфит поздно. Четверовщик как-то криво бой принимает. Честно, хайграунда Гуру ещё спускается. Нужно успевать реводжеров за морфить Димаги. Он не успевает это сделать. Линги, конечно, вовремя дотекают. Пытается Димаг здесь драться. Но лингов как-то и у Гуру здесь тоже много вылупилось. В какой-то момент реводжеров обязательно нужно морфить из этих. Не морфит Димаги. Во-первых, с ней фокус будет сниматься. Газа много. Газа не вложил. Нет, это 0-2, к сожалению. Не получилось Димаги пропасть в полуфинал. В финал, точнее. Но первый полуфинал от Димы. Это уже круто. 50 на 100 лимита. Здесь очевидно, что ГГшечка. Вот не хватило здесь. Перехвалил, блин. Перехвалил весь этот контроль. Я димаги вот этих бейлингов. Сейчас вот нужно было идеально морфить в реводжеров. Только единственный шанс такой был. Сразу заходит. Да, димагин и роуч в реводжера. Димагин и роуч в реводжера. Там хороший армор 5, по-моему, у яйца. Хотя роуч по нему все равно 11 димагин наносит. То есть фокусить достаточно просто. Один раз плюнулось. Там хп меньше десятки. И все. Яйцо падает. Так. Здесь линги вокруг бегают. 87. Димага еще 9 роуч ела. Димага еще один раз врыв собирается делать. Ну, блин, надо с первого раза было пытаться убить здесь, конечно. Там просто, там уже лейеры, там уже какие-то арморы делаются. Так, линги имптать. Димаг что сделать? Еще как бы врыв надо через низ, видимо, делать. Гуру не видит центр. Просто вот сейчас выходить, вот так вот обходить долго, чтобы гуру просто не видел этого всего. Точно не вот так вот идти через овер. А здесь на хайграунде, иначе гуру встретит димагу легко достаточно. Линги убегают. Угуру начал роуч емасить. Димага полностью ул-ин выходит сейчас. Угуру сейчас лейер будет готов. По-боевому димага в плюсе, кстати, пока. В плюсе. Димага все-таки через центр решил наламываться. Ну, это ошибка через центр наламываться сейчас. Это 100%, я вам говорю. 126, 153, овер-минус в итоге. Небольшой соплай-блок у гуру. Там спайр уже. Нет, димаг что-то долго сидит. Там мутка уже сейчас будет выходить. Надо было выходить чуть пораньше. Третья вообще не добывается. Что овер пытается пробить? Мутку точно не втянет димага. Да уже даже если он сейчас выйдет прямо до мутки, она успеет вылезти. Это очень печально. К сожалению, ничего не сделать. Димага пошел через верх, вот сюда, я так понимаю. Да, так и есть. Выдвигается скрытно, конечно, но... Да-да, здесь муталиска. Е-е, мы там 12 муталисков сравняем. Не, это пиши, пропало. Лимит-то как бы неплохой был, но мутка вообще не контрится сейчас, к сожалению. Заходит димага. Гуру идет отбивать, и все. Нужно врываться в бой сейчас. Гуру видеть, что у димаги есть ровущие. Ну, тут... Долго-долго шел димага. Сейчас димага все поймет. Я думаю, сразу гуга напишет, как мутка прилетит практически. Хотя нет, сразу не будет. Кстати, слишком много юнитов. Ну, гуру и земли очень много, тут в общем проблем. У него армор есть еще. Так, по армору поворачивается. Да-да. Ну, хорошо димага выступил все равно сегодня. Очень хорошо. Надеюсь, так ими выступлениями будет чаще радовать. Будет больше трениться. В следующем сезоне ВЦС уже можно побиться и за выход на ВЦС. Блай против Гуру. Финал. Ждем финальчика. Финал. Финал. Продолжение следует... 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 на мэне рейтинг потом посмотрим у Блая с мэйна старт сейчас, линги бегут вперед Гуру понимает, что происходит, Беллинг Нест ставит до мува лингом и это чревато на самом деле последствиями для ЗРГ, когда Беллинг Нест до мува ставится Блая активно грызет уже треть почти хф сгрыз да, вот уже пятихатку сгрыз сейчас останется уже скоро тысячонка, половину хп уже как не бывало у хаты Беллинг Нест у Блая а, у Блая нет Беллинг Неста, у Блая просто мув лингом делает принимает Блая бой, расконтроливает Гуру, лингов Блая больше сейчас намного, мув готов, хорошее окружение, врывается в рабочих, врывается в лингов, очень чутко понял, что можно прогрызть минус дроны плетку тоже можно минуснуть, королеву его нужно зажимать окружать что Блая сейчас и делает вполне успешно, королеву окружил вторая с рампы спускается 1-0 Твоя жена рядом, скажи ей что это не любовница АСК-2 вот кого-то игра спасает семьи Хорош, Блай, 1-0. Спасибо тебе, Эдон. Пусть твоя жена не парится. Старкрафт-то там нету женщин практически. Но семью береги. За поддержку спасибо. Ну, а Блай выигрывает. Не димага, так Блай. Дима, ты вообще красавец. Сегодня молодец. Вот. Хорошо выступил очень. Ждем следующих врывов. Захожу пока к Блаю. Блай своим этим скоро бомбить. Угуру будет, если еще раз Блай его убьет, походу. Этим пулом. Так, тоже там, кстати, к топчику близко. Я забыл, какие там эти были суммы. Что там Рево пишет? Ты пишешь так. На полтора года. 18 месяцев, походу, полтора года реального срока и триус, и триус потом исправительное, типа, как у нас же есть, типа, исправительное, что, типа, вышел, запалили там. Что-нибудь делал не то, опять пошел. Ну что, короче, лайф не увидим мы, походу, в ближайшее время. И вообще, увидим ли мы когда-нибудь лайф? Что-то, судя по всему, нет. Очень жаль, крутой был. На 552, кстати. Так, что-то у меня все сбилось, походу, да? Что-то у меня домой звонил, никто трубку не берет, странно. Ну что, 1-0, Блай, Гэйл, пишет, нашествие, карта следующее. Есть одна Скарлетт, но там ждет сюрприз. Фэнкс пишет, Гуру, что-то у него... Прибамбливает, прибамбливает уже Гуру. Я же говорю, мне даже кажется, что это Талксиский ГЛА2. Даже угарили комментаторы. Здорово, Димган. Кстати, кстати, напиши мне в скайпе, что там у тебя на будник няхта по времени. Потому что, ну, я думаю, что ГСЛа не будет. Среда точно там в нем свободная. Среда, пятница, понедельник, тоник, пролига. Там нужно смотреть уже, что и как. Среда. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, пытается сместиться здесь в минеральную линию. На газе одного дрона сбривает, проскакивает сейчас. Линги очень долго живут. 15-20. Парабам. Парабам пытается нагнать. Еще группа лингов выходит сейчас. Ну, здесь, если бы не отдал бы, одновременно на второй ворвался, можно было бы, кстати говоря... Итак, Блай, еще здесь двух дронов точно сгрызет, я так понимаю. Одного сгрыз, второго сгрыз. Можно третьего минуснуть и четвертого... Нет, четвертый здесь залез. Его мало слишком будет убивать. Блай это понял. Отступает назад. Гуру все равно в плюсе остается мув заказан. Гуру Блайнг Несс здесь с мувом. Это очень хорошо. Для него будет сейчас. Блай еще 14 лингов в строй. Тут, как мне кажется, лучше пробовать ворон запилил и... Рабор... Хотя нет, Блай другой план. Блай план перемасить по лингам, не дать точно третий, никаких баз заказать. Еще с бэллингами. Блай басить. Но! Здесь ведь с плеткой королевы. И мне кажется, что решение не самое верное. Лучше как-то, мне кажется, было бы экономикой обогнать и уже стационарно дома принять это все дело. Блай не знает, что там Гуру Блайнг Несс делает сейчас. Три года условных и он накосячит. Пойдет 18 месяцев сидеть. Ты хоть сам-то понимаешь, что как-то это нелогично звучит. Если условно, значит, если ты косячишь, идешь столько, сколько условных сидеть, потому что смысл тогда. Можно как нашим там всяким этим, которые миллиардами воруют, типа, 8 лет условно, типа, ну, окей, хорошее наказание. Так, перемен качество без премиума. Ну, там есть тестовый премиум, может, ты его выбрал. Не знаю, как бы. На 15 минут там есть. Ну, иногда и баги такие бывают. Я не знаю, что там. Смотри, если смотрится. Спайру Гуру пошел. Похоже на 1-1, ребятки. Здесь, ну, не знаю, как Блай перевер... А, не, Роучи, кстати. Вот, кстати, Роучи эти могут перевернуть сейчас. Я вообще смотрю, куда-то Роуч Ворон не вижу. Здесь Блай Лингов Беллингов отгоняет. Нужно плетки сейчас ставить. Гуру больше плетки. Ни в коем случае, Блай, нельзя этих Лингов Беллингов сливать. Лучше отступить и подождать немножечко. И выйти с Роучами уже вперед. Так, Оверис плетится. Роучами нужно побыстрее двигаться. Потому что через 40 секунд будет спайр. Очень важное условие прийти до того, как муталиски будут выходить. Только тогда можно нормально будет подкушать. Ну, Блай сконцентрировал всех Роучей вместе и пошел вперед. Еще 5 Беллингов там рядом морфит. Гуру там третью хату уже решил ставить. Вот он дает. Так, Роучи по верху уйдут. Лингов сейчас заметит, Блай. Беллингов очень много у него будет для врыва. Так, не понял, ты что-то говорил, у меня спрашивают по тренировке. Я говорил, что ты мне напиши, как у тебя время будет. Насчет тренировок не знаю. Время сейчас притык. Беллинги доделываются. У Блай еще. Ну, Гуру хорошо терпит здесь, между прочим. Очень хорошо. 5 муталиски заказано. О, королевы. Нет, Гуру все понял. Очень много времени у него на реакцию было, к сожалению, для Блай. А здесь все демеджи. Нет, нет, здесь не получается у Блай ничего сделать. Еще и плеток. Е-мое, она добавляла. Сколько? Экономика слишком хорошая. Так, пытается Блай еще лингами ворваться. Ну, нет, тут как, уже не рыпайся. Блай лишь до конца всегда бьется. Но здесь уже видно, что ничего не получается. Последний шанс пишет на Роу, чуть на этих был ворваться как-то. Ну, Гуру был готов. У него слишком много плеток было. Он королева три штуки. Беллингов подмотил. Ложился в оборону и только потом мутайского сделал. Штраф паяли в двухкратном размере, что заговорняк получил. Ну, он 60 тысяч получил вроде долларов там с чем-то. 120 штраф. Ну, короче, все призовые забрали его. Кстати, у Лайфа больше призовых выиграетесь. Он еще и деньгами останется. А долговорняк, может, не один был. Так что в плюсе остался. Чисто по скилу. Ну, StarCraft, я думаю, Лайфа уже не разрешат играть. Дабы наказать его просто, чтобы неповадно было. Так, что-то я не вижу, чтобы... Никто мне не перезванивает. Ждем третью игру, ребята, 1-1. Димган, я имел вопрос, напиши, что у тебя на неделе по времени. Среда свободна точно днем будет. Как я вам предлагаю про среду подумать. Ну, и посмотрю там понедельник-вторник, что. Понедельник-вторник, 12 пролига начинается. После того, как Гоу-Пойск окончится, я сделаю стоп-стар, чтобы вот обрезать. И посмотрим, что будет завтра. Лайнапы вам покажу там и так далее. Все это дело. Лайнапы вам покажу. Первый старик Тейдон играл. Ну, у нас тут аудитории возрастной достаточно много. Первый играл. Как и я сам. Так, Тейдон, передаваю твоей Жене привет. Да, это не запись, это прямой эфир. Даже в правом нижнем углу я маячу. И все, у меня нету времени побриться. Может, сегодня успею. Ну, не знаю про деньги. Аббер утверждал, что там какие-то невероятные налоги в Корее. Я вот про этому поводу ничего не знаю. Тут нужно знакомым уже спрашивать у людей, знакомых с сценой внутренней. Так, Газпул от Блайс Мэйна. Здесь, я думаю, понял, где Мган. Так, Газпул от Блайс Мэйна. Так, Газпул от Блайс Мэйна. Ну да, здесь Гуру не рискует. Как-то, ну, очень чизовая. Шесть слингов у Блайс, шесть слингов у Гуру. Сейчас вопрос, будет ли кто-то бэллингбастить, либо оба будут просто смувом лингов делать. Вопрос это уже хороший. Если бэллингбаст на такой экономике, это вообще ул-н-полный получается. Но зато, с другой стороны, учитывая, что здесь абсолютное зеркало получается билл, бэллингбастить тоже очень неплохо. То есть, как бы, если оппонент не будет стоять бэллингнесс, то можно его просто уничтожить. Таким образом будет. Так, Блайс здесь стал около прохода. Видит Гуру, кстати? Да, видит, как Блайс здесь стоит. Блайк бэллингнесс ставит. Это еще лингов поставит. Гуру хатку делает Гуру, просто через мув начал. Ой, Гуру может сейчас затерпеть. Чертяга, чертяга ты, бродяга, чертяга. Блай еще лингов вводит. Вот показывал, зря Блай. Можно было посидеть немножечко, как мне кажется, сейчас построить лингов на хайграунде. И так, заходит Блай. Да иди вперед, что-то боишься-то он уже ушел отсюда. Можно просто неожиданно было ворваться. Отращивай Бору. Не, спасибо, я не по-настоящей шляпой. Борода мне не нужна. Бэллингнесс у Гуру догоняющий более поздний. Ну, кстати, Блай успеет за это время получить преимущество. Достаточно, если Гуру будет ждать своего Беллингнесса. А он будет ждать, ему придется ждать Беллингнесса. Так, Линги с хайграунд спускается. Здесь Гуру пытается окружить Блая Беллинга отменить. Хорошо, Блай взрывается. Но Беллингов всех потерял практически. Вот сейчас два всего осталось. Дерется эффективно Блай, что ни говорит. Зажимает Лингов Гуру сейчас. Здесь в проходе Беллингов не стал отдавать на этих Лингов. У Гуру два Бэйна на хайграунде. Блай пробивает хатку. Нужно наверх прорываться. Пару Лингов оставь здесь и врывайся уже наверх. Так, Блай оставляет хату живой. Королеву уничтожает сейчас на рампе очень быстро. Два Беллинга Гуру нужно взрывать Беллингов. Но Блай предпочитает пройти сейчас к минералам прямо, к рабочим. Так, Беллинги взрываются. Один Беллинг минеральную линию Бабах уже сделал. Так, Блай проходит. Тут рядом нужно Лингов заводить. Нужно заводить Лингов так, чтобы рабочих подгрызть. Здесь рабочие все краснющие. Блай обходит очень неплохо. Дронов прибывает. 11-14 по рабам. Все, Лингов Блай больше. Угуру горит, бомбит. Все, надо теплым брать вообще. Так у него бомбить прикольно. Ну, молодой поляк. Хорош, Блай. Так и нужно. Нужно. Так. Нужно. а как лайф спалился рустаман да он на револьверу просто скайп написал крит завоза следующая будем играть я конечно понимаю что все дела как бы ты силен очень коэффициент на меня будет на победу очень крутой поэтому ты слейся специально как бы а я запилю чисто баблишко поделимся как же еще ну и там просто ну бомбанула угуру я стрим не смотрел но я понял и так что бомбанула а а а привет всем ребят то недавно подъехал подошел блой 21 ведет и блой я готов брать это GoFoSK. Меня очень радует, что СНГ игроки очень часто за последнее время два раза стрейндж взял. Сейчас Блай на грани, чтобы взять и Димага подтягивается. Будем смотреть. GoFoSK теперь еще и дают из игры стримить. Вообще замечательно просто. Что такое? Что-то Чалик там бухтит. Еще не конец, но опять же, какой скайп. Что за звуки-то такие? Опять Блайс Мейна играет. Посмотрите. Видит овера Гуру, здесь летит. Просто мув это. Нет, это Беллингбаст. Это Беллингбаст мув от Блая, отбегая через хайграунд. Но Гуру овера в этом направлении появился. Если Блай отсюда забежал, было бы гораздо лучше, конечно. Без задержки Гуру стримит. Какая разница, с задержкой или нет. Стримит без задержки. Значит, все окей. Так, не надо провоцирующие всякие темы писать, пожалуйста. Ну что, Линги Блая выдвигают вперед. Четыре Беллинга. Лингов бежит. Восемь штук вперед. Сейчас мув доделается. Еще четыре Линга делается сейчас. Здесь три Беллинга. Четыре готовы. Пятый заказан. Один Линг стоит. Рамку собирается занять сейчас Гуру королевами. Блая прекрасно видит. Линга отводит сейчас. Нужно врываться. Нормально подгрызать королев. Сгрызает Лингов. Сейчас Королев начинает подгрызать Лингами. Беллинги где-то сзади. Не надо только взрывать их никуда, пожалуйста. Так, у Гуру тоже Бейна. Королева номер один падает у Гуру. Заходят два Беллинга на хайграунд. В минеральную линию Гуру Блайевские. Гуру выводит Дрона вперед. Ну как-то криво. Беллинги-то взрывались сейчас. Так, Дронов несколько штук. Блай подрезает. Парабам. Ситуация уже близкая становится. Ну, у Гуру контр Бейны сейчас Белли. Кстати, Гуру достаточно с хорошей экономикой остался. Недостаточно. Здесь Блай взорвал. Единственный плюс для Блайи – отсутствие Муа Линдом, конечно. Ну, конечно. Так, линги забегают к Гуру Минус дрончик раз На Беллинга одного выманил еще здесь Блай Так, эволюшн пошел перед дропами Собирается Блай сейчас заниматься Пытается забегать к Гуру И лингов минусовать еще одна Один ХП у дрона Остался, повезло сейчас Дрону этому Уходит Блай Беллингами Через шиф надо вбок отойти вот сюда И на овера залетать сейчас Конечно, забегать на овера И добавлять лингов еще Блай собирается дропнуться Но здесь вот пул, кстати, стоит таким образом, что может помешать Гуру понимаешь, что здесь происходит? Нет, Гуру не понимает, что здесь происходит Блай еще 10 лингов строит на мэне И лингами можно дожимать Так, Эдон, больше денег После 552 Пока не приходило мне 552 же еще Ты присылал Больше пока не было Так, Беллинги обходят Гуру пока вообще не реагирует на этих Беллингов Пробревает все Блай Блин, он здесь все продемеджил А добить-то нечем в итоге Ну сейчас дроны Сейчас линги попрутся сюда Вот Блайчика Так, дропнул лингов Надо мимо лингов побежать Блай на муве Что же ты делаешь-то? Нахрена так ковера слил сейчас ХЗ Ну все 25-29 Парабам Ситуация близка Ну как-то так У меня же он плюсанул 1052 Последнее Вот 552 Моя жена рядом Скажи, что это не запись А прямой эфир Вот последнее, что было от тебя Не знаю, может какие-то проблемы Там в задержке С приходом Ну что, роуч ворон от Блая Блая Еще собирается роучами Ооо, здесь Пайру Гуру пошел Нет, что-то у Блая все плохо в этой игре Не хватило немножечко Вот сейчас не 3 бейлинга А 4 Представь, все, залетели Гуру вообще рабочих не сконтролил Плёточки пошли Кажется, Гуру понимает Что Блая лунить будет Ну в этот раз тайминг спайра Очень хороший роуч Только-только выдвигаются Здесь бейны заходят Нужно плетки взрыстить Хотя тут несколько плеток Можно за раз взорвать 2,3 плетки Четырьмя бейлингами взрывает Вот это норма называется Смотрите, кстати Роучи могут хорошо ворваться сейчас Ринги идут вперед Плетки 3 заказаны Они не успевают доделаться сейчас Бейлинги новую Но муталецки надо быстрее Блаю идти по клипу Давай, Блая, клик вперед Топи в пол Ну что ж ты стоишь-то Ёпарасотэ Ну Блин, стоит Блай Ну, ё-моё Такой шанс Хороший первый муталецк вылетач Надо просто дэмэж нанести А дэмэж-то можно бейлингами будет Нанести Блаю Против этого Так Ещё 4 бейлинга заходят Бейлинг 1 взрывает рабочих Очень жёстко Ещё бейлингов заходит Большое количество Гуру Взрывает просто в мясо Сейчас Блай Ну, парабам-то Всё ещё ровная ситуация Сейчас Хату Не надо пытаться минуснуть Надо пытаться Сейчас забежать Частью на мэйн Частью ещё куда-то забежать Лингами пытаться развести Сейчас Гуру Естественно У него 12 лингов запилено Парабам Сейчас Блай в плюсе Но по лимиту В минусе В общем Так Диспейлинга 3 делается Два из них успеют Между прочим Доделать Муталецков многовато У Блая У Гуру Простите Здесь уже Ну, два бейна доходят До минеральной линии Рабочий бабах Взрывается Пару штучек ещё Гуру добавил Рабов Блая бегает Лингами снизу Сейчас Да, да Хороший был врыв Но 10 муталецков Здесь с 10 муталецками К сожалению Уже ничего походу Не будет не сделать Здесь Так Гуру летит в центр Видит Блая муталецков Видит, что много муталецков Нужно врываться Чё линги-то стоят Всё, мутка-то ушла Сейчас А, ну здесь бейны есть Ну да Тут с бейнами Ничего не сделать Гуру сам вперёд Выбегает У Блая часть лингов Дома Две спорки ставятся Здесь два бейна Вперёд выдвигаются Нескому муталецков Гуру оставляет дома Сейчас Двумя прилетает Вперёд Так Блая видит Не надо наломутся Конечно Эти линги будут спалены Сейчас Достаточно легко Блая пытается Проскочить Мимо бейна Ну это, блин, фейл Это А2-2 Это А2-2 Нужно Блая собраться Будет какую-то макро Игру сыграть По ходу дела Идон поддержал ваш канал На сумму Тысяча восемь рублей Ровно Спасибо Сегодня сплю Не на диване Ещё и сыну мамы Сегодня ты для меня Устроил праздник Спасибо Так Спасибо тебе Идон Про не на диване Понял Про сына Не понял Что это там Родился Сын что ли Или что Спасибо большое Ещё раз За поддержку Тебе Ну идёт Гуру Вперёд О нет Тут Беллингами Королев Можно взорвать даже Глаз Плитится Рабочек Не уводит Что-то Взрыв Очень жёсткий Спорка Дронов Можно было увести Сейчас Но нет Здесь всё-таки Всё-таки Как ни крути Здесь И помутки Не нагнать Газа нет И по экономике Плохо И руч Ворон Здесь Единственное Что нет Угуру Третий Пока база Это да Талиски Вуру Летят Вперёд В Муталисках Уже О 15 В Муталисках У Блай Там Гидродент Пытается Ставить Ну Блай Пытается Тащить Как обычно Вроде Как по экономике Нагнал Но ситуация Всерок Провальная Посмотрите На лимиты У Блая Боевого лимита Там 14 А у Гуру В Муталисках Только 30 Боевого лимита Чем-то Это Очень важный Очень мобильный И очень сильный Боевой лимит Для ЗВЗ Это Спорка Одна Уже Не знаю Что Гуру Боиться Можно Королев Ну Кстати С Трансфюза На Спорку Пошли Можно Было Отдаться Ну Тут Уже Не Отдаться Гуру Боюсь Никак Да нет 47 Минус 4 Здесь Все Очевидно Люркер Дэн Пытается Блайс Делать А что Люркер Дэн Может Изменить Вот Мне Интересно Сейчас Как Муталисков Убить Сбукбас Этих Всех Все Я понял Я понял Это Хорошие Конечно Постоятельства Очень Даже А то Я Чего-то Не Вкурил По Смыслу Поначалу Это Хорошо Это Хорошо 17 Мутальков Я Понял Цередон Что-то тут Блайд Валюркера Закопал Гуру Тоже Там Роучи Сделает С Подземным Мумом Лимитов Уже Два Раза Больше Примерно Все Все Понял Задержка Две Минуты Помните Об этом Ребята Две Минуты И Только Потом Я Что-то Говорю Так Спорка Сейчас Ставится Криптумор Подспорку Не Прогнила Без Крипа Вот Она Сейчас ХП Начнет Терять Идет Вперед Гуру Роучи С вами Спорку Минусует Сейчас Блайд Здесь Гидры Много Кстати Плюс Спорочка Неплохо Так Мутальков Блайд Отгоняет Люра Очень Неплохо Роучи Разбирает Бароной К сожалению Здесь Че-то Буру Не добивает Блайд Не знаю Че тянет Сейчас Не понимаю Месторождение Минерал Месторождение Минерал Плюс Орки Еще Че Блайд Хочет Сделать Не пойму 200 С одной Базы Как ни Крути Не настроишь Мутальков Скамегуру Створки Начинает Шатать Тут На Пофиг Чтоб Не затягивать Дальше Блайд Хочет Протянуть Побольше Времени Чтоб Угуру Побольше Бомбило Походу Дело Чтоб Под Последнюю Игру Полегче Было Гэгэ Пищит Блайд Ну что Пятая Решающая В итоге Не Получилось Тепленьким Взять Заходим Блайд С Куржей Ну я не знаю Чем в этой игре Скоржи Могли бы И кому Помочь Могли бы Могли бы Могли бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Карта большая, соответственно, у нас сумеречные башни Угуру, кажется, бомбануло и он с мейна начинает против Блая Сейчас Блая начинает с хаты в итоге Гуру через отмену Газа второго играет Что это будет? Лингис Мум или что-то такое Сейчас посмотрим Блая газ первый Нужно побыстрее бы пул ему запиливать Чтобы у Гуру слишком не было хорошего тайминга Там преимущества Здесь пул готов, у Блая только-только заказ Но мув не будет ранним Угуру Это очень хорошо для Блая Так, Эдон, до скольки стримить буду, не знаю Но вот это последняя игра Может сейчас еще пару игр в Пэшке сыграю Долго не буду Завтра днем уже начну Игра возобновлена Что-то Угуру сильно бомбит Линги от Гуру Подбегает Блая У Блая 6 дрончиков заказано Плетка на хай-граунде Будет ли он пытаться хату отбить? Не знаю Разница в Муме 40 секунд будет сейчас Блай, да, дронов берет сейчас Чтобы попытаться отбиться Подгоняет Гуру от хаты Дроны здесь есть плетку будет вниз Интересно переводить Обязан Блай плетку вниз переводить Сейчас у Гуру Мув еще через несколько секунд Только будет готов Бейлинг Неста Блая не строит Сейчас дрончиками начинает на второй Добивает, спускается сейчас Овером вниз У Гуру есть Беллинг Нест? Да, у Гуру есть Беллинг Нест Вот это для Блая определенная проблема На самом деле Потому что У Гуру про Беллинг бастить может Очень жестко Вот Беллинги Приходит Блай Слишком много лингов Ты агришь на Беллинг Сейчас Гуру накидывает на королеву Плетка как-то долго вкапывается У Блая при этом лингов Так, нет Лингов до заказа нет Но сейчас он даже окажет лингов У Блая Мув сейчас будет Еще одну плеточку дома тут ставит Так, три лингов вниз Это отдача лингов Зачем ты Блая давишь лингов? Так нелепо У Гуру дотекает много лингов Плетка как-то кривовато стоит Я бы сказал сейчас у Блая Дрончиков несколько штук берет Не надо дрончиков Дрончиков нужно на мыну везти Иначе Бейны сейчас эффективно могут разменяться Так, дронов встретит Сейчас Блая очень неплохо Гуру пытается хату догрызть Так, дронов взрывает Хату не догрызает вообще Хорош сейчас бомбанет У Гуру, у Блая Мув уже есть Кстати, есть 50 трансьюза энергии Трансьюзить хатку Блай Трансьюз пошел Гуру пытается догрызть Без шансов лингов Блая принимает Скоро Абам в плюсе По всему в плюсе сейчас Ну что Хорошая ситуация Но Гуру там тоже рабочий прав добавляет Блай спускается лингами с хайграунда Бежит сам Гуру У Гуру хатка готова Один Беллинг у Гуру где-то там рядом Морфится сейчас Здорово, Боттлнетч Так, Блайна разворочится Тут дерется Зачем лингов-то сливает Так, подождал лингов-прирост Принимает бой против Гуру У Рабам все еще в плюсе Роуч Ворон ставится у Блая Кстати Зачем Блая Роуч Ворон такой ранний? Хороший вопрос Так, влезает Блай тут в минеральную линию Гуру одного дрончика минусует Королева у Гуру выходит Первая на халде Тут Блай пару дронов забирает Гуру Беллинг возвращается Не надо надавать лингов на Беллинги Блая сейчас нужно уйти отсюда Просто дома плетки есть Дома все в порядке Блай заставляет Гуру Сейчас в улын пойти Просто-напросто И Гуру пойдет Скорее всего в улын Блая просто Тут надо добавить сейчас Роучи несколько штучек Что он и делает, собственно говоря И трансьюз иметь Чтобы хаттл трансьюзить Если вдруг Гуру решит накинуться на нее Так, линги спускаются Гуру встречает Блай здесь Три королевы с трансьюзами Плюс линги Ситуация очень хорошая Так, прошу прощения Это я мигнул 27-24 воробам Лэйр что-то Блай пока не спешит делать Кстати говоря Пошел лэйр Где? На второй Не, на мейне решил запилить Можно на демажной хате лэйр пилить У него хп-шки побольше станет Немножечко Так, на второй базе Линг тут кусается Дрона покусал Вынудил сагриться Немножечко побегать Ну Блай нужно отойти Роучи Он уводит назад сейчас Лингов повел вперед То есть сейчас просто у Гуру нет лэйра У Гуру одни бейлинги здесь с лингами Нужно отступить Нужно запилить третью просто И за счет лэйра и спайра Реализовывать это преимущество хорошее Вот собственно и все Что нужно делать Третью да Блай ставит Молодец Гуру тоже третью ставит Ну у Гуру нету лэйра А у Блай он есть И спайр нужно запиливать Как можно быстрее Где спайр-то Блайчик Генералов Нет, да что за хрень Ущерб Спайр в ущерб рабочим Ну рабочие нужны конечно Но спайр-то где? Гуру там макро хаты какие-то Коготь пошел Где спайр? На мэне, да На мэне заказан Видят Блайчик Здесь бейлинг бас Намечается от Гуру Нужно бы еще рабочий подпилить Не получается Забежать сюда Ну кстати можно Как мне такое ощущение Что Гуру под шумок Этими бейлингами и лингами Хочет попытаться Вот эту хатку сбрить Нужно вот это не допустить Сделать никак Так, заходят линги Бейлинги Гуру пытается прорваться Королева трансюзица Хату пытается Гуру покуснуть Сможет покуснуть? Нет, не смог Хорош вообще Это очень нервная тема Представляю Как у Гуру сейчас бомбит Просто вот от этих Обстоятельств всех Это просто жесть Так, роучи идут вперед Блай, куда ты поперся Да какие роучи вперед Там линги Там улын идет Бейлинг возвращается Спайер почти готов Хату нужно королеву Вот, 50 энергии А хоть один трансюзик Туда обязательно нужно кинуть В эту хату Хоть один обязательно нужно кинуть Так, роучи лингов Пытаются встретить Встречает Блай роучами лингов Гуру пытается Грызться с ними Грызется Блай тут реведжеров Морфит из роучей Демиджем их Очень неплохо Лингами подходит Сюда прикрывать Это все дело Прикрывать реведжеров Можно было бы Из остальных лингов Роучи Точнее заморфить Хату отменять Не получится Идти сюда Шесть муталисков Первых у Блая Наблюдается Так, реведжеры подходят То есть несколько лингов Гуру пытается реведжеров окружить Мимо Блая Пробегает реведжер лингов Так, коготь еще не готов То, что коготь не готов Это, конечно, хорошо для Блая Фаербойчик на Куда Беллинг взрывается На рампе принимает Блайбой Нужно фаербол Сюда кинуть Кареладжеры будут окружаться Кидай, Блай Сейчас можно лингов Поджарить Хорошо Ну, епарас Ну, как? Где до контроль? Сейчас, если бы Гуру не законтролил Там десятку Можно было бы лингов Даже, может, побольше Сбрить Фаерболами Ну, у Блая мутка Уже начинает шатать Лингов Блай видит Они дотекают Сейчас Лингов нужно встретить Здесь лингов у Блая Достаточно, чтобы встретить Королева на рампе Линги Королевы две На рампе Линги Встают Сейчас Гуру Мечется ГГ Бомбит Интересно у Гуру Думаю, что подбомбливает Немножечко Сейчас, конечно Блай хорошо Отыграл Три-два Не без проблем Но все-таки Гуру пробрел Все-таки Гуру пробрел Так, ребят Я делаю стоп-старт Пока домой наберу Подождите Меня Пожалуйста Субтитры сделал DimaTorzok